С января 2015 года в силу вступил федеральный закон, согласно которому мигранты должны приобретать специальные патенты на работу. Для его получения они обязаны подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства. Накануне в Наринмаре прошло первое тестирование для граждан других государств, желающих работать в нашем регионе. Не проходить тестирование могут только те, кто получил аттестат об окончании школы еще во времена Советского Союза или уже в современной России. Остальные обязаны подтвердить свои знания и получить специальный сертификат. Без него разрешительные документы на работу в регионе не выдаются. Также экзамен требуется при получении гражданства или вида на жительство. На сегодняшний момент ситуация такая, что проверены тесты только по русскому языку, потому что тесты по истории и по законодательству будут проверены позже, когда тесты привезут их в Ахамдиск. И ситуация следующая, что из этих 38 человек, получается, не справились с тестированием 9. Потому что очень справлю не владение русским языком. Если мигрант не проходит тестирование, у него есть возможность пересдать. В том случае, если сертификат он все же не может получить, разрешительные документы на работу ему также не оформят. И после окончания срока в 90 дней он обязан покинуть страну. Сейчас документы на патенты подали 34 человека, но основной приток иностранной рабочей силы еще ожидается. В прошлом году было чуть более 1200 выдано разрешений на работу. Но еще 400 патентов было выдано для работы у физических лиц в частном домашнем хозяйстве. То есть общее количество выданных нами документов, оно составляло чуть больше 1600. По информации ведомства, массово прибывать на работу граждане иных государств начнут в период весенних и летних строительных работ. Но приступить к должностным обязанностям смогут только после оформления всех документов, для которых необходим сертификат. В нашем регионе пройти тестирование на владение русским языком. И знание основ законодательства и истории Отечества можно только на базе филиала САФУ в Нарьенмаре.